Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, посвященная компьютерным играм. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов и Антон Запольский-Довнер. Добрый день! С Антоном мы всю прошедшую неделю играли в Overwatch, но об этой игре мы уже достаточно много поговорили. И я думаю, что у вас уже сформировалось о ней своеобразное представление. Blizzard недавно поделилась новостью о том, что в игру поиграло аж 7 миллионов человек. Сервис Steam Spy, который не имеет, конечно, к урочникову отношения, тем не менее, данный сервис, администрация этого сервиса, судя по тому, насколько упала активность в Steam, уверяет нас о том, что только на PC продажи оверовоч составили около 3 миллионов копий, что является, ну, просто-таки поразительным результатом для игры по новой IP. Прошу заметить, для чисто мультиплеерной игры по новой IP, кстати. Это тоже стоит учитывать. Ну, честно говоря, что тут можно сказать? Магия Blizzard опять во всей красе. Качество превосходное, увлекательность потрясающая. И даже огромный период открытого, закрытого альфа и бета-тестов не помешал или даже подстегнул пользователей к тому, чтобы они как можно больше проводили в этой игре времени. Сразу после того, как бета-тест закончились, с нетерпением ждали начала продаж и пошли сразу его купили. Почему так? Итак, Антон, вот есть у тебя какое-то предположение, почему же людей так тянет в оверовоч, почему они с таким желанием, с таким нетерпением, вот как мы с тобой, торчали там целыми днями, практически не досыпая. У меня вся неделя какая-то из недосыпа состоит, потому что вот, когда собирается хорошая партия, начинается игра, то только солнышко, поднимающееся за окном, да, напоминает, что пора бы уже и поспать. Рабочий день все-таки уже начался. Или начнется через пару часов уже. Ну, вообще, на самом деле, есть такая штука оверовоч, которую я заметил практически сразу. Ну, Blizzard, несмотря на то, что студия не славится, скажем так, инновациями, а любит, скажем так, множество идей компилировать и правильно использовать, но, с другой стороны, есть одна немаловажная особенность, что оверовоч это очень современная игра именно по современным тенденциям. То есть, сейчас в популярности какой-то есть мобы, где используются способности супер, там, ультимейты, важна командная работа, а не какой-то там соло скилл твой личный. Вот, и Blizzard, они вот нашли какую-то именно середину, не знаю, нашли как правильно совместить эти два, казалось бы, не сильно похожих жанра. Один управляет как стратегия, по сути, второй, а второй это шутер от первого лица. И вот у них получилось, естественно, получилось, причем настолько же получилось увлекательно играть, именно настолько же увлекательно получается именно в команде играть, что, собственно, остановиться невозможно. Все это привлекает, каждый матч не похож на другой, и все это, по сути, из-за грамотного совмещения вот этих двух жанров. И за это, как бы, Blizzard, ну, они сделали это практически идеально, судя по то, как народ это принял, то да. Потому что моба, это там, моба, это такой жанр, который, как бы, популярность приходит исключительно из-за народной любви, скажем так. То есть, если люди играют, то, значит, игра удалась, потому что есть куча представителей этого жанра, которые умирают в вене, хотя сделаны они и неплохо. То есть, они не то чтобы некачественные. То есть, здесь главное угодить толпе, и Blizzard это удалось, не знаю, каким образом. Вряд ли, честно говоря, на это повлияла стилистика, честно говоря, хотя... Ты знаешь, мое мнение повлияло. Ну, я имею в виду, для меня она точно не повлияла, потому что стилистика приятная. Для тебя. Вот. А вот тут все же стилистика, конечно, бета-тест был достаточно продолжительный, и много людей в него играло. И все же игра, учитывая, что она не сильно изменилась с бета-теста, честно говоря, касательно именно механики игры, то изначально игру сделали они очень хорошо. Потому что Blizzard любит, скажем так, патчить свои игры, очень так просто отрезать куски, менять их, а после бета-теста, по сути, ничего не поменялось. Герои остались такими же, ничего не поменялось, то есть изначально игра была сбалансирована максимально. Поэтому, да, вот она стала, собственно, новой популярной игрой от Blizzard. Еще одной. По поводу стилистики, Джим Стерлинг хорошо заметил, что сейчас уже закончилась эпоха серых милитари-шутеров, которые изо всех сил пытались заставить воспринимать себя серьезно. Что сейчас активно продвигая, ну, популярна мода на такие забавные, необычные игры с такими яркими образами, показушными такими забавными персонажами, вот, или какой-то такой вот яркой брутальностью, как в том же Думе последнем. Тут Blizzard тоже очень метко попала. Опять же, еще один момент, что он у себя отмечал, и я согласен, почему, собственно, и порно с Overwatch очень популярны. Оно не популярно, потому что это порно. Оно популярно, потому что это в Overwatch офигительные герои. Каждый герой там, по-своему, запоминающийся, интересный, необычный. Даже этот вот Grim Reaper, вот, мрачный такой персонаж, он тоже такой забавно сделан. Там солдат этот, Soldier 76, кажется, его зовут. Да-да-да, Soldier 76. Вот даже он круто сделан, даже он забавный по-своему, интересный. У него, ты смотришь, ну, некая, как это сказать, персоналити, какой-то вот черты характера или какие-то особенности видны уже на уровне рисовки. То есть, эти персонажи, они запоминаются, и как бы порно по Overwatch это следствие хорошо созданных, интересных персонажей. Просто на уровне именно арта, на уровне каких-то базовых визуальных составляющих. То есть, забавное дело, в Overwatch нет компании, а персонажи многие уже становятся популярны. Ты знаешь... Ну, во-первых, да. Дело в том, что Blizzard за всю свою историю никогда не упирала на сексуальность своих персонажей. А здесь, простите, что не героиня женского пола, то очередной секс-символ и каких-то левых, ну, пожалуй, только китайская девочка в шубе. И русская громба-базаря выбиваются из общего вот этого ряда. Но все остальные, знаете, такие прям аппетитные. И позы выбирают очень провокационные, я бы даже сказал. Что касается персонажей и что касается самой общей стилистики, здесь создатели очень четко выловили. Видно, что ребята очень долго сидели на комиксах. Поэтому вот вся эта комикс-стилистика, вот эти вызывающие действия. Главные герои, каждый из которых, знаете, имеет свой собственный костюм, свое собственное уникальное оружие. То есть, это законченный герой, на самом деле, даже не для такой мультиплеерной игры. По каждому из этих героев теоретически можно сделать отдельную свою собственную игру. Ну, чего, конечно, никогда не будет сделано. Ну, возможно, когда-нибудь и будет сделано, лет через 20. Но кто до этого времени доживет? Да, сложно сказать. Blizzard умеет держать паузу и умеет нервировать своих поклонников. Терзать их предположениями. Что касается проработки персонажей, вот здесь самая удивительная вещь. И я подобного не видел, честно говоря, ни в одном другом мультиплеерном проекте уровни. Во-первых, уровни. Они нарисованы настолько классно, что у тебя взгляд цепляется за элементы декора. Ты начинаешь понимать, что это за мер. Обращаешь внимание на всякие мелочи. Чем эти люди занимаются? Чем они увлекаются? Какие фильмы смотрят? В какие игры играют? Ну, понятно, что все эти игры – это аллюзии на игры от самой Blizzard. Интересно смотреть в небо, потому что в небе оказывается заселенная луна. То есть, шарик луны, а на луне уже какие-то города мигают огоньками. И все это понемножку. И сами мир такой, знаете, где роботы, люди, соглашения, равенство, братство. Ну, все такое. И какая-то противная организация, которая никак не хочет равенства между людьми и роботами. Персонажи. Вот виртуальные куклы. Я уже отмечал вот этот вот момент. То, что они очень много говорят в процессе боя. Они указывают цели. Но они не только это делают. Они в процессе еще общаются между собой. Обсуждают какие-то новости. И в зависимости от того, каким ты героем играешь, я уверен, что, ну, возможно, другие игроки слышат другие диалоги. Но вот, например, когда ты берешься диджеем, вот один персонаж говорит, что, ой, я слушал твой последний альбом, мне так понравилось. Вот, а другой такой грузный мужик говорит тебе, я не люблю вот эту попсятину, я люблю металл. Ну, вот и так далее. Ну, и вот так вот понемножку каждый-каждый персонаж вот через вот такие вот фразочки раскрывается. И это на самом деле увлекает. И вот то огромное разнообразие, кстати, скинов, которые Blizzard ввело в игру. Ну, то есть, оно не совсем огромное, но добывается они достаточно тяжело. Поэтому каждый новый скин ты воспринимаешь с радостью. Вот, они еще больше подчеркивают индивидуальность и характер данного героя. Потому что, например, индийская девушка, она в итоге может превратиться в дева-лицу с черепами на бедрах. То есть, так вот, связка черепов на бедрах, ты понимаешь, что все не так с ней просто. А воздушный лекарь по имени Ангел превращается в дева-ленка. И тоже возникает такая двойственная ситуация. То есть, в каждом из них какая-то чертовщинка доспрятана. Ну, посмотрим. Вот Антон правильно заметил, что Blizzard, они очень долго свой проект поддерживают. Очень долго его развивают. Поэтому то, что мы сейчас вот напишем... Ну, Антон делает обзор. Вот то, что он напишет, это будет касаться вот ранней версии. Потому что через год это уже может быть совсем другая игра. Совсем другими режимами или, допустим, правилами. Возможно, даже появятся какие-то новые герои, которые будут еще более интересны людям. И создателям всяких порно-роликов будет еще где развернуться. Да ничего, появится ход кофе-моды и Blizzard из сетевого шутера. Нет, Blizzard вот что касается... Трансфорд, точнее, превратит оверроч из сетевого шутера, не знаю, в симулятор порно-магнат. Будет весело. Не, ну, а, и еще по поводу увлекательности. Вот у меня основная теория, почему же игра настолько интересна. Она интересна вот тем, что до самого последнего мгновения матча никто не может предсказать, чем все закончится. Ну, никто не может предсказать, потому что эта игра полна чудес. Вот самый последний момент. Кто-нибудь очень удачно включит супер вот эту способность. Настолько удачно, что просто вот вырвет победу вот за последнюю долю секунды. В этой игре очень много таких вот классных постановочных моментов. И когда после матча показан лучший момент матча, да, и ты там себя видишь. Каждый хочет оказаться вот в этом, чтобы все вот это вот, все 12 человек вот посмотрели, насколько я крутой. Вот, и поэтому каждый старается максимально работать, да, там, быть четким, точным, быстрым, эффективным. И это, на самом деле, заслуживает внимания. Вот это вот беготня, точнее, желание получить больше всего золотых медалей. Там, за убийство, за нанесенные повреждения, за количество лечения и так далее. За выполнение задач, которые тебе, ну, в рамках данного режима заставляют выполнять. То есть, все-все-все это накладывается. И, честно говоря, это держит тебя постоянно в приподнятом эмоциональном настроении. Но эта игра держит тебя в тонусе. Она не вызывает равнодушия. Вот я и при этом, вот, позитив эмоций, он вот просто вот до самого, от начала до конца. Вот даже когда проигрываешь, вот чувствуешь к противникам вот реально очень большое уважение. Хотя в чате иногда в свой адрес, да, можно услышать всякие гадости со стороны противников, да. Люди бывают недовольны, когда их раз за разом убивают каким-нибудь тупым способом. Ну, в общем, Overwatch, очередной феномен Blizzard. Кстати, я вот посмотрел статистику Twitch, и вполне вероятно, это будет, знаете, еще один такой вот конкурент от Blizzard типа Headstone. Ну, вот до этого у Blizzard на Twitch дела шли не очень хорошо. Ну, как не очень хорошо? У них вот единственная игра – это Headstone, которая в топе все время сидит. Но вот сейчас вот, судя по всему, там пропишется Overwatch. Если Blizzard не задавит вот эту вот киберспортивную нотку, которую она в игру уже добавила, то есть, когда появятся уже ранговые матчи и все такое, когда там появятся более-менее сбалансированные режимы, ну, когда вот выделятся вот самые сбалансированные карты, да, вот тогда из героя, и какие-то правила, возможно, добавятся, черт его знает. Вот тогда игра еще обретет второе дыхание среди категории так называемых профессиональных игроков. Вот. О чем стоит поговорить еще? Раз уж начали тему Blizzard, давайте еще продолжим. Warcraft. Вышел фильм Warcraft. Миша, вот какое у тебя впечатление фильм произвел? Ну, знаешь, во-первых, мне не было скучно время просмотра, я там не увидел каких-то яростных ляпов на уровне сюжета, там, в мотивациях, в других таких составляющих. То есть, это мне не было скучно. Некоторые составляющие реализованы хорошо, типа графики. Некоторые составляющие, типа вот силы удара молота морков, вообще вот, вся вселенная, стилистика, локальные сражения сделаны просто охренительно. Без вопросов. Вот. Массовые баталии уже, с моей точки зрения, не очень. Вот. Но потом, когда вот после, во время просмотра скучно не было, многие составляющие понравились, но потом, когда я начал пытаться понять, что мне показали, как-то я начал понимать критиков, в общем-то. Ну, я понимаю, почему у этого фильма невысокие оценки, скажем так. Вот. Проблем у него достаточно. В общем-то, я, наверное, выскажу вот такую популярную мысль, что фильм порезан. Причем порезан под корень. Ему ощутимо не хватает где-то часа времени. Чтобы вот было, как «Властелин колец», три часа, с нормальным представлением вселенной, нормальным представлением героев, большим рассказом о многих ключевых персонажей, чтобы с ними хоть как-то, ну, их драма, их история хоть как-то работал. Потому что здесь великолепно сделан тот момент, что персонажей валят только в путь, вот, но ты просто как-то так, ну, окей, хорошо, убили. Вот, вроде прикольно, пауэркрафтовский так. Тот же этот хранитель, как его звали, Медив, кажется. Медив, да. Вот, прочитал там еще дополнительные кучи историй про этих героев, а только тогда я вспомнил, как их зовут, оказывается. Начал вспоминать, начал как-то выстраивать у себя вот эту вот общую картину, потому что фильм очень скомканный. Видно, что по-живому резали, сокращали, и в результате получилось в целом не очень. Вот, но я повторюсь, мне во время просмотра не было скучно. Если бы Данкан Джонс сделал, я так понимаю, все, как он хотел, там уже в интернете появилась информация, что многие, ну, какие сцены вырезали, достаточно интересные сцены, и по предыстории, и по рассказам, ну, и по историям некоторых ключевых персонажей, видно, что хорошо, вроде, расширенное издание будет на 40 минут продолжительней. Вот, потому что многие составляющие, в том числе важные, авторы сделали отлично. Наверное, главная проблема по Варкрафту, с моей точки зрения, что непонятно, что будет дальше. То есть, будущее всей серии и франшизы, с моей точки зрения, достаточно туманно. То есть, мы имеем, да, у фильма неплохие отзывы, будут смешанные, с моей точки зрения, потому что не всем фильм по объективным причинам понравится. С разгромной критикой. Нету четкого, то есть, не было, как вот берут, например, Гарри Поттера. Там есть восемь книг. И говорят, мы снимаем Гарри Поттера. То есть, мы снимаем, с ней уже не помню сколько их там, восемь, по-моему, книг. Я не знаю, я не читал Гарри Поттера, я ни одного фильма не смотрел. Поправьте, если я ошибаюсь. Вот, то есть, столько-то книг. Мы их снимаем. Или там, не знаю, заканчивая теми же голодными играми, или там, дивергентом. То есть, все понятно. Есть столько-то книг, мы по ним снимаем. Вот здесь, как бы, мы сняли фильм. Один фильм, по сути, по кампании за людей с первой части. То есть, это даже не финал первой войны. Вот, если Википедия не ошибается. Я по лору Варкрафта не очень. То есть, показали, и что будет дальше, неизвестно. То есть, фильм там соберет условных 500 миллионов в Китае. Они позовут режиссера, который недавно в Китае снял «Русалочку». И до этого снимал фильм «Кунг-фу. Суета». Я не помню его фамилию. Известный, в общем, в Китае режиссер. Стивен Чоу. Да, Стивен Чоу. Сказал, слушай, так, что-то у нас критики нас облажали. В США мы, возможно, провалимся. Слушай, Стивен Чоу, сними-ка «Варкрафт. Пандария». С кучей звездохаханек. А ты, Данкан Джонс, иди отсюда вообще. То есть, вот если бы они сказали, мы снимаем три части. Отлично. Всё. Без вопросов. А так, получается, ну окей, сняли одну. Сейчас посмотрят на критику, посмотрят там ещё на что-то. Знаете, как-то вот пофигачим. Даже если берём «Гарри Поттера», там вроде, насколько я знаю, «Узник Аскабана» Куароновский. Не всем нравится фанатам. Ну, многим нравится фанатам, насколько я знаю, не нравится. Там вроде, ну ты знал всё равно, что следующий «Гарри Поттер». «Узник Аскабана», на мой взгляд, это самый лучший фильм. Это, кстати, забавный момент, ну, это опять же на уровне ОБС, я не вновляюсь в подумать. Но насколько я знаю, что всем, кто фанатеет от «Гарри Поттера» книг, им не нравится «Узник Аскабана». А те, кто вот именно по фильмам как-то так, и больше оценивают ценность каждого фильма по «Гарри Поттеру», им не «Узник Аскабана» нравится больше всего. Ну, в любом случае, ты знал, что будет дальше, ты знал, что плюс-минус как-то Ворнеры, по-моему, будут эту вселенную двигать вперёд. По-любому они её будут двигать вперёд. Та же со всеми другими книгой, экранизациями, ну, такими продолжить. А здесь вот сделали, и всё. И что дальше будет, непонятно. Ты знаешь, на мой взгляд, самая большая проблема данного фильма заключается в том, что они не с того начали. Они начали совершенно не с того. Мифология Варкрафта достаточно большая, достаточно обширная, в ней огромное количество героев. Но начинать с первого Варкрафта, с того самого первого Варкрафта, который уже никто, в общем-то, и не помнит. Никто не знает. История, которого люди узнают уже по Википедии, реально. А не потому, что люди играли... Господи, я уже не помню даже в каком году там оно вышло. В 94-м, по-моему. То есть, достаточно древняя игра. И воссоздавать её на большом экране, это не прикольно. Прикольно было бы воссоздать историю третьего Варкрафта, историю Артаса. Историю вот этого страшного человека, который уходил светлым, доблестным юношей, паладином в поля, а вернулся проклятием для своей земли. Вот эта история бы цепляла. Это было бы, знаете, так... Жёстко в стиле тёмного, мрачного фэнтези. Дело в том, что история Варкрафта, вот то, что нам показали, и я абсолютно согласен со своей супругой, с которой я ходил в кино, и она была жёстко фильмом разочарована. Она разочарована даже не столько сюжетом, ни графикой к этому претензий вообще нет. То, как показаны орки, то, как показана магия, вот с этим вот близзардовским пафосом. Вот так, наверное, магов ещё... Ну, мало кто вообще в фильмах показывает, что маг — это на самом деле человек-стихия, что он может вот гору вот куда-нибудь свернуть, что у него молнии прямо так вот пляшет из пальцев. Эффект портала, переноса шикарно вообще воплощён, вот именно как должно. К стилистике Варкрафта, к фильму у меня претензий вообще нет, потому что я сидел, я просто подвывал от восторга, когда они показывали вот знаковые места, знаковые именно по игре World of Warcraft, вот эти все эти города, вот эти леса волшебные, Мурлок там мелькнул один раз в кадре, это тоже было достаточно миленько. И при этом они ставили камеру так вот, примерно как ты видишь вот эти вот города и леса, когда летишь на грифоне или на нетопыре и вот приближаешься, так ё-моё, это же оно, это оно. И на самом деле игра производит потрясающую... Ой, и на самом деле фильм из-за этого выглядит и воспринимается... Ты даже уже... Тебе плевать о чём он, да, ты просто смотришь... Господи, трёхмерная графика, как чёткая, компивы, господи, как они это всё воплотили, вот эти все эти мелкие деталюшечки, вот эти вот дворфики, вот как они вот эти там на самом деле живут, вот эти потоки лавы, как это всё классно. Вот этот вот момент в самом начале фильма, когда нам показали. Класс же, ну класс. Вот смотришь и восхищаешься. И орки, да, вот когда ты видишь их в приближении, и заметно вот это вот влияние Близзарда, то есть они не потеряли вот эту стилистику, которую Близзарды с каждым разом продвигают и продвигают вот это вот страшные варвары, у которых в бивнях прям прокручены кольца. Ну класс. Вот. Очень интересная стилистика, очень необычная для кинематографа стилистика, опять же. Но вот самый главный недостаток, то что история обрывается не просто на самом интересном месте, у тебя чётко складывается впечатление, что ты посмотрел эпилог. Ой, не эпилог, а начало. Начало. Вот просто вот тебе вот вступление в видение, вот так вот дали посмотреть. В видение. Орки пришли в Азерот. И дальше что? И вот на этом вот и дальше что все обрывается. То есть оно показано классно. Вот эти сражения орков, сражения с этим демонами, вот эти люди, интриги какие-то подковёрные. Да, складывается впечатление, что всё это так скомканно быстро, не совсем понятны иногда переходы между сценами. То есть герои, они то здесь, то там, то здесь, то там. Ну, благо в этой игре есть телепорты, поэтому это как-то можно объяснить. Но тем не менее, то есть хотелось бы чуть больше связанного повествования, но даже связанное повествование не исправило бы этот эффект, что вот оно всё обрывается на самом интересном месте. На самом деле. И хочется увидеть продолжение. А будет ли продолжение, никому неизвестно, потому что прокат фильма достаточно странный. То есть неизвестно, он окупится, не окупится. Что будет дальше? Смогут ли его развить? И вообще, вот на мой взгляд, по Варкрафту, учитывая, насколько это большая мифология, насколько здесь много героев, насколько с разных сторон эта история обычно подаётся, учитывая количество разных рас и количество героев с каждой расы. То есть для этого нужно было создавать сериал, уже не поскупиться, заключить контракт с теми же самыми HBO. Да, делать его, возможно, не таким дорогим, как этот в итоге получился фильм. То есть не столько компьютерных эффектов получилось бы не так эффектно, но, по крайней мере, история бы была видна. А вот дело в том, что истории нам как раз и не дают насытиться. Зачем-то ввели этих дурацких эльфов. Ещё раз замечаю, мифология Варкрафта и стиль Варкрафта, он очень нетипичен для кинематографа, особенно для фэнтезийного кинематографа. Люди знают Гарри Поттера, люди знают Властелина Колец. То есть это, знаете, такой вот сред... А, ну и естественная Игра Престолов. То есть это фэнтези, средневековая фэнтези. То есть именно фэнтези, в которых, ну, более-менее всё традиционно, но есть немножечко мифических существ и чуть-чуть магии. А здесь вот всё пропитано магией. И вот тебе вот бац, показывают на заседании совета парни со свечащимися глазами. Ещё вот вишенкой на торте. Бац. И что это? Кто это? Откуда они? А чёрт их знает. Ну, есть и есть. Вот они немножко вот с этим делом перегрузили. Вот именно эффектами. Не эффектами в смысле, а... За травками. Тем, что... Да, тем, что можно было и не показывать. Я хочу сказать, что по поводу третьего Варкрафта, почему нельзя сделать историю Артеса, ну, тогда студию, кто делал фильм, и режиссёра просто закидали помидорами, потому что история Артеса, это такая немножко переделанная история «Властелина колец», только где кольцо победило в итоге героя главного, который стал новым властелином чёрным. С ним это бы работало. Ну, ты знаешь, может, я сейчас говорю как просто человек, не фанатеющий от Варкрафта, я это повторяю, но которому очень нравится линия Артеса из Варкрафта третьего, но если бы мне просто показали вот в современной стилистике и современными деньгами и си-джаем вот эту сцену возвращения Артеса, мне бы хватило. Полноценную нормальную историю, возможно. Ну, вот Артеса вот, ну, не полностью завершённую, ну, вот хотя бы вот этот вот финал, когда он возвращается в королевство и убивает отца. Мне надо было бы слишком на самом интересном, как говорится, закончилось бы, потому что компонента заканчивается за людей как раз-то и на самом интересном в третьем Варкрафте. Ну, круто. Понимаете, ну, сама история, она такая, то есть она, для игры она была очень хорошей, для фильма, на самом деле, там нужно было очень много переделать и просто переделать, по сути, саму идею про Фростморн переделать, потому что это слишком, ну, это реально копирка, это копирка про злой меч, который тебя шепчет, убей всех, понимаешь? Ну, это как бы... Неожиданный твист в финале, деконструкция, так сказать, Властелина Колец, при этом в отличной стилистике, в необычной вселенной. С моей точки зрения, это бы работало. Просто здесь как бы начали с Хоббита, а не с Властелина Колец, создателей Варкрафта. Но, опять же, я не против этого. Хорошо, начинайте. Показывайте мне подробно первую главу Войны Людей и Орков. Окей. Ну, во-первых, показывайте мне ее нормально, ну, например, чтобы я как бы понял драму Медива того же, который... Почему у него, собственно, скверно, откуда она в нем появилась, и почему он как бы неоднозначный персонаж. А не так, что в фильме он хороший, ой, в нем скверно, он плохой, под конец, типа, да, он хороший. И что? Где там в Википедии его страничка? Можно почитать, пожалуйста? Или вот этот... Да, всю его историю желательно. Ну, хоть, ну, не... Ну, не все его историю, ну, хоть как-то почему, как, почему он такой персонаж. А не просто, что вот, он есть, бла-бла-бла, все. Или ученик, изгнанник приходит к магам, говорит, покажите мне артефакт. Я знаю, как он называется. Ух ты, давайте покажем. Ой, а что это случилось с артефактом? Не знаю, надо посмотреть. Давайте изгнанник посмотрим. Да и то есть, ну, чтобы... Я, понятно, что я утрирую, что эти моменты в фильме чуть лучше воспринимались, но все равно, ну... Фильм надо больше в экранного времени, больше раскрытия персонажей, что-то большее, что-то еще показывать, а не только говорить. Что-то большее, чем сцены, где с драматичным наездом камеры на лицо. И без каких-то переходов, что, по-моему, я сейчас боюсь, опять же, ошибиться, что, по-моему, там есть вот эта вот, кстати, хорошо снятая сцена, где погибает сын главного героя. Опять же, недостаточно хорошо раскрытый. А потом следующая сцена, там уже с намеком на романтическую линию между главным героем и этой полуорчихой. Кстати, зачем в этой игре-то убогая романтическая линия с намеками? Ну, не явно, но с такими намеками. Я вообще не понимаю. Я в последний раз такие неловкие сцены между человеком и не совсем человеком видел в планете обезьян Тима Бёртона. Да, поэтому люди и орки. Не надо. Ну, вот из-за этого обидно, понимаешь? Я же говорю, мне не было скучно в процессе посмотровок. Я вижу, что фундамент, что многие вещи Данкан Джонс и создатели понимают. И это круто. Потому что многие экранизации относительно успешно и не очень. Было видно, что создатели как-то так. Типа, почесали потылицу. Ну, давайте что-то забабахаем. Что там у нас модно там? Драчки, зомби, еще что-то было. Поехали. А здесь вот именно... Вот есть, уловили, что называется, самую суть в некоторых вопросах. Но то ли студия, там вроде студия потребовала урезать. То есть тут уже, что называется, остается только искать виноват. Потому что действительно могло быть лучше вот прям на несколько голов. Не, ну посмотрим еще полную версию. Когда там она выйдет, как ты говоришь, если там будет 40 минут дополнительного времени, это достаточно много. Ну, знаешь, к сожалению, не всегда студия дает добро на полные версии. Ну, будем надеяться. Взять историю про те же Мстители Эра Альтрона, которые сверхпопулярные, то есть нормальную кассу собрали. И при этом все равно студия не дала добро на режиссерскую версию, которая там на 20 минут, на 25 длиннее. Вот не будет и все, сказали. Как этот Соколиный Глаз с женой встретился? Недостаточно в фильме внимания этой офигенной составляющей у тела? Вот так и про Тора рассказ. Куда он делался? Ну, да, там вот эта линия, кстати... Ну, это явный переход на Тора Гнарёк. А по поводу этих вообще самый засранец это Скорсезу, который не выпускает режиссерки, хотя «Волкс Уолл-стрит» изначально был снят на НЦ-17. Я, на самом деле, очень жду полную версию Варкрафта, потому что многие составляющие понравились. В истории персонажей будет отличное вступление. Вот мое впечатление от фильма, оно будет зависеть ровно от одного. Будет ли продолжение? Если они анонсируют Варкрафт 2, я скажу «Окей, первая часть отлично». Просто потому что, ну, как вступление, хорошо, то есть нам показано, вот, орки приходят в мир, и вот начинается главное противостояние, война людей и орков. Это интересно. Но если вот все закончится провалом, то это будет глубочайшее разочарование, именно потому что, блин, такой потенциал, вот такая возможность. И я, на самом деле, могу утверждать, что Варкрафт, это, наверное, лучший фильм по компьютерной игре, созданный для фанатов компьютерной игре. Нет, даже не для тех людей, которые не знакомы с ней. Вот самое важное стоит отметить. Он создан не для тех, кто не знает об этой вселенной, он создан именно для фанатов, и в нем огромное количество фан-сервиса. Вот такого количества фан-сервиса я в жизни не видел. Вот когда ты вот просто смотришь, не отрываясь на экран, и не можешь поверить, что все это воплотили, вот все это нарисовали, все это сделали, все это классно. Вот, но все будет зависеть от того, дадут добро на производство второй части или нет. Очень хочется увидеть развитие, очень хочется увидеть, как трал подрастает, очень хочется увидеть победу людей, да, и последующее их вызволение орков из рабства. Ну, в общем, там история достаточно длинная, запутанная, интересная, такая противоречивая, без черного и белого. Опять же, я думаю, многие люди были разочарованы тем, что идут на такое доброе, веселое фэнтези. Орки люди, причем орки такие, знаете, грубоватенькие, такие мультяшненькие, казалось бы. Вот, а на экране творится беспредел, как бы словно сценарий Мартин писал, потому что там через раз каждого героев валят просто до права и налево. Самое страшное, что сейчас может случиться, что боссы студийные начнут перекраивать, даем какие-то планы, если они вообще, ну, Джонс говорил, что у него там планы на два фильма, вот, скорее всего, если эти планы начнут перекраивать, то это будет очень и очень грустно. Потому что хотелось бы, чтобы эти же авторы с большими возможностями продолжили работу. Ну да. Просто печально в том, что, например, такое непотребство, вот я вспомнил, оказывается, есть очень хороший синоним словом овном, такое непотребство, как Терминатор, Дженисис, да, сразу заявлялся, как трилогия. Угу. Начался прокат, что вы, еще в США не начался, так что... Варайте там как-то совсем плохо, ему рисуют, всего 25. Рисуют плохо, но сейчас, учитывая общую подросшую аудиторию кинематографа, то окупится он 100%, это можно не сомневаться. А у нас прокат очень хорошо пошел вроде бы. Нет, так он по миру... Самый успешный прокат в России, насколько я знаю. Он по миру, по-моему, собрал в тех странах, в которых стартовал на споте, кажется, было новость, тридцатку при планируемой двадцатке, я не помню, в каких странах. Давайте уже закончим про Варкрафт. В общем, в качестве заключения стоит сказать, что да, фильм получился хорошим, но очень хочется увидеть продолжение, потому что вот на такой вот ноте заканчивать эту серию нельзя. Если создатели думали, сделаем вот так, и посмотрим, дадут ли нам денег на следующую часть, то это как минимум некрасиво. Я лично жду анонса фильма Варкрафт 2. То, что я увидел в первой части, мне очень понравилось, но опять же, при условии, что они выпустят режиссерскую версию, мне будет очень любопытно ее посмотреть на 40 минут больше, и при условии, что нам, в конце концов, в следующей части будут показывать развитие вот этих вот имеющихся событий, они перескочат сразу том-то-том так, а вот здесь как бы была война, вот, а сейчас мы типа разгребаем ее последствия, потому что следующий эпизод, он на самом деле очень глобальный, очень жестокая войне, и вот мне интересно, хватит ли, соберет ли студия денег достаточно для того, чтобы сделать столько много крутой компьютерной графики. Очень это зависит. Но почему я, кстати, остановился на китайцах? Я же сходил еще на один фильм, «Черепахи-ниндзя 2». Что меня удивило, спонсорами этого фильма выступили две китайские компании, где такой, опаньки, то есть, уже не американцы, мол, доминируют на рынке, да, уже китайцы дают американцам деньги для того, чтобы те сняли фильм про черепашек-ниндзя. Вот, ну, так вот интересно получилось. Никому не советую идти на этот фильм, даже тем, кому понравилась первая часть, я лично отношусь к категории людей, которые первую часть посмотрели с довольно-таки большим интересом, многие сцены там понравились, особенно боевые сцены. Во второй части они испортили все. Вот, все эффектные моменты, которые вы видели в трейлере, это все эффектные моменты в фильме. Вот, у меня даже такое ощущение, что некоторых персонажей вводили только для того, чтобы их показать в трейлере, потому что вот этот хоккеист в маске ровно на одну сцену. Вот, ровно на эту сцену, где он бегает в маске. Все. То есть, его больше, ну, как, он будет там еще мелькать, но уже не решать. Финальная битва с боссом это позор, это самая смехотворная, самая унылая битва с боссом, наверное, которую я видел в фильмах за последнее время. Никакого напряжения, никакого, да, в общем-то, даже удовлетворения от победы нет, потому что ты и так знаешь, что все закончится победой черепаха. Каким образом, как обычно, в последнюю минуту Донателло что-нибудь придумает. Шреддера испортили абсолютно, то есть, и Шреддера, вот, из демона, из первой части, мощного супер-бойца, который решал всех направо и налево, в одиночку разбрасывал черепах, и был уже на грани того, чтобы их просто изувечить и уничтожить, превратился в обыкновенного хлюпика, которого, ну, который в сюжете принимает участие, знаете, такой вот, лицом торгует. Там он уже без маски, поэтому он просто ходит с угрюмым лицом и говорит всем гадости. Ты будешь на меня работать. Ну, окей. Ну, вот, и примерно вот такую вот роль он исполняет на протяжении всего фильма. Айпл О'Нилл, вот, кстати, Меган Фокс в этом фильме, у нее уже два выражения лица, да, вот в первой части было одно выражение лица, а в второй части, видимо, эффект от ботокса немножко так прошел, поэтому уже два выражения лица. Вот, она уже научилась улыбаться. Вот, это очень круто. И, что еще? Что еще? В этом фильме совсем нет боевых сцен, что очень печально. Нам показывают, как черепахи прыгают, как черепахи танцуют, как черепаха калашматит в воздухе, как они плывут по реке, как они танцуют вокруг главного босса, но именно сражений, сражений, вот как в первой части хотя бы было сражений со Шреддером, длинных, напряженных, таких вот супергеройских сражений, которых ты ждешь от черепах. Ну, в общем-то, ради чего ты идешь на черепах? Ради того, чтобы посмотреть, как зеленые черепахи, ниндзя-черепахи сражаются со всякими другими мутантами. Вот этого здесь, к сожалению, нет. Поэтому, ну, если не верите мне, я ходил на сеанс вместе со своим сыном, сын очень любит этот Никелодзиевский сериал, любит черепахи, и ему было очень скучно. Первую часть он принял с восторгом, вторая, говорит, это просто уныние. Вот такие вот дела. Очень неприятные последствия от таких вот вложений денег. Что касается других неприятнейших последствий, я вот даже выписал все последние новости в свою книжечку. Так вот, знаете, была такая студия Ready Dawn, которая сделала шутер за Ода 1886, печально известный шутер, который мы раскатали, которому поставили очень, оставили плохие отзывы, критиковали по полной программе, но он отличался довольно-таки неплохой графикой, постановкой сцены, ну, по крайней мере, детализацией неплохой, поэтому приобрел каких-никаких поклонников. Но из-за плохих продаж товарищи оказались на улице. Грубо говоря, Sony отказалась с ними дальше сотрудничать, будущее сериала The Odra зависло в пустоте, но те сказали, студия Ready Dawn сказала, что мы работаем над новым проектом, мультиплатформенным проектом, скоро ждите подробностей, и вот подробности не заставили себя ждать, они анонсировали мультиплеерный боевичок The Formers, мультиплеерный боевичок, мультяшный, яркий, про крапузиков, которые пытаются друг друга спихнуть с платформы. То, что люди были разочарованы словами, не передать, вот, среди фанатов The Odra было жутчайшее разочарование, потому что люди ждали какой-нибудь очередной кинематографичный боевик, а в итоге получили вот это, но у нас есть товарищ Acid Core, который любит The Odra 1086, и у него такой надрывный комментарий был, ну, просто невозможно процесировать, поздравляю всех критиков, Орден 1886 вы своего добились, то есть это мы виноваты в том, мы виноваты в том, что студия Radio Don сделала какашку в первый раз, и теперь никто с ней не хочет иметь дело, и теперь они вынуждены делать всякую, всякую фигню для загружаемого сектора, всякую форму из известной субстанции лепить. Да. Ну, вообще, конечно, я удивился этой игры, поскольку там участвуют разные формы, вот эти персонажи, они называются Форумс, надо было это самое, девизу игры конников из говна лепить. Я считаю, можно было сделать. Ну, выглядит оно, конечно, местами забавно. Ребята пытаются, возможно, попасть в тренд. Нет. Это я не знаю, куда они пытаются попасть, понимаете? Нет, куда они пытаются попасть, они уже туда попали, в общем. Это самое. Они туда уже попали, причем в самую десяточку, я бы сказал, пальцем. Ну, странное решение, на самом деле. Очень странное. Может быть, знаешь, им, может быть, надо было попытаться сделать какую-нибудь, типа, кстати, как вот инсомнияк в рамках того же лейбла Game Trust от GameStop, делают Metroidvania, вот это, Son of the Sea, вот, попытаться сделать какой-то сюжетный боевик с видом сверху, или с видом сбоку, не знаю. Не супердорогой, но именно с интересной механикой. просто это, вот это вот их проект, это такая очевидная попытка вклиниться в популярный жанр мультиплея, ну, не популярный жанр, а популярный. Я не знаю, куда они пытаются вклиниться, это вообще не в ту степь, что называется. Они пытаются вернуть в кучу с навозом, причем солдатикам с головой. Вот, но это явно не туда, это что-то очень странное, из разряда, понимаешь, выстрелит, не выстрей. То есть, вот как-то так. То есть, а вдруг прокатит? Угу. Вот. Тем более, вроде там, Game Trust дает деньги там, или способствует распространению, при этом дает, как это сказать, свободу творческую. Да-да-да, вот этим, ребят, только творческой свободы и не доставало, учитывая, когда Sony им дала творческую свободу, что они сделали с The Order? Все денежки, которые им дали, спустили в унитаз, грубо говоря. Это неприятно. Я думаю, что да, создателям не дает слава еще Rocket League, который, вот, сделана небольшая студия, в итоге принесла просто кучу денег создателям. Вот я думаю тоже. В Rocket League стилистика понятная, в Rocket League ты на игровой процесс смотришь, ну да, занятно. Знаешь, в Rocket League у тебя не возникает вопрос, что за хрень? Не, ну, у Rocket League, если там по трейлерам, то, что игра до выхода, то есть, в любом случае, возникали сомнения в плане, насколько она будет популярна. Согласен. Смотрел и думал, ну, не знаю, может слетит, может нет. А в итоге еще как-то слетела. А помнишь, мы вот только что говорили про Overwatch, и я говорю, почему игра популярна, потому что в ней возможны чудеса. Так вот, то есть, в ней возможно проявить вот на последних секундах такую лихость, показать, да, что невозможно удержаться, и чтобы не зааплодировать. Так вот, в Rocket League примерно те же самые чудеса возможны. Там голы забиваются такими финтами, такими странными порой делами. Вот ты когда, ну, вау, парень, как ты это сделал? Особенно, когда показано потом, ну, гол забит, а потом повтор, повтор идет, и ты смотришь, как оно все получилось через перепасовка там от одной машинки, парящей в воздухе, в другой. Ну, чудо, чудо. Вот, поэтому Rocket League понятно, то есть, они всего лишь все, что вот заслуга создателей, они сделали отличную игру, и они смогли донести эту концепцию до людей, и вот это они молодцы. Но Deformers, я, честно говоря, смотрел на трейлер, и я даже предположить не мог, вот как вот эта вот тупая возня, она может быть, в принципе, интересна кому-либо, вот чтобы человек такой вскочил с утра с твердой мыслью, так, мне нужно поиграть в Deformers, вот четко, все, надо, хочу, горю желанием, вот Rocket League у меня было желание, блин, хочу, надо, вот запускаю, все, в онлайн, рубимся, вот. Deformers, как-то вот даже по трейлеру, оно не то, что не вызывает восхищения, у меня Deformers вызывает вопросы в адекватности создателей, вот для того, чтобы, ну, кому в голову пришла такая чудесная идея, что вот миру нужно вот что-то вроде этого, потому что делать игру на основе того, что такого еще никто не делал, но этого мало, для этого нужно еще какую-то идею подарить миру, для того, чтобы мир восхищенно замер и начал смотреть, что же в итоге получится у этих гений, вот, но этого я, к сожалению, не вижу, но, что касается новостей от Sony в преддверии выставки E3, новости касательно соневских игр, к сожалению, не слишком оптимистичные, так, к примеру, No Man's Sky, этот знаменитый симулятор симулятора про путешествия в космосе по рандомно генерируемым планетам, причем каждая планета генерируется так, что повторяемости такой не будет, в общем, такая мешанина странных идей, мне интересно будет посмотреть на то, что в итоге у создателей получится, вот, но, тем не менее, No Man's Sky это такая очень странная концепция, когда нас пытаются удивить масштабом, а потом показывают удивительно унылый геймплей, вот, то есть показывают галактику, там, планеты, 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 везде там своя, там, биосфера, там, ой, иди, добывай ресурсы, строй чего-то там, ну, потом, правда, ты спускаешься на эту понимаешься всякой такой ерундой, что даже как-то неловко становится, ну, судя по демонстрациям, я говорю пока только судя по демонстрациям, потому что оно-то и Майнкрафт, честно говоря, если в него не играть, производит такое удручающее впечатление, но люди он как засасывает, да, No Man's Sky перенесли на август, то есть люди ждали игру, ее анонсировали очень и очень давно, практически вот одновременно с PlayStation 4, нас травили слухами, нам устраивали демонстрации, нам рассказывали, игру сделали одним из эксклюзивов PlayStation 4 и пиарят на каждой U3, все это круто, но вот сейчас нам обещали ее выпустить, а потом, а ладно, переносим на август, и это взбесило многих поклонников, так что некоторые даже начали угрожать создателю причинением физических мучений, потому что не знаю, с помощью каких инструментов, но людям стало больно, на самом деле было больно. Следующая новость касается Gran Turismo Sport, меня тоже эта новость немного разочаровала, дело в том, что в игре, как оказывается, не будет ни смены времени суток, ни динамичных погодных эффектов, то есть сначала студия нас приучила к тому, что в гоночных симуляторах без этого не обойтись, я все-таки напомню, что Gran Turismo 5, чем она выгодно отличалась от всех остальных гоночных игр, тем, что в ней было все, в ней были динамичные смены погоды, в ней были и картинги, и ралли, там все, что угодно можно было добавить, да, вот, и тут нате вам, внезапно вот игра, которая позиционируется, ну, не как новая часть, на какая-то киберспортивная дисциплина, в ней не будет ни того, ни другого, просто будете кататься по трассам, радоваться жизни, и это... Там же вроде VR. Ну, черт, мне плевать, будет там VR или не будет, дело в том, что игра выглядит плохо, вот сама по себе выглядит плохо, если сравнивать с другими современными гонками, и опять же, если сравнивать с другими современными гонками, в которых есть и динамичная смена погодных условий, в которых есть и отличная физическая модель, в которых есть и цикл дня и ночи, и долгие гонки, и я понять не могу, вот этот вот огрызок, типа Gran Turismo Sport, вот будет всего этого лишён, и... зачем он вообще? То есть, логичная мысль, ну, я знаю, есть группа фанатов Gran Turismo, окей, но Gran Turismo уже давно не законодатель мод в плане гоночных симуляторов, это не игра с лучшей физической моделью, вот вы можете себя обманывать, но это не так, на консолях, опять же, есть даже лучшие игры, это не игра с лучшей графикой, чем раньше могла хвалиться, это не так, то есть, чем, чем ей сейчас брать? На самой PlayStation 4 есть Drive Club, игра с удивительной графикой, на самом деле, с передовой, которой аналогов тоже нету, и вот будет выходить сейчас Gran Turismo Sport, кому он нужен, кому он будет интересен, я всё-таки напомню, что Gran Turismo 6, мягко говоря, успеха не снискала. Понимаешь, Gran Turismo Sport, судя по всему, создаётся как элемент продвижения PlayStation VR, ну, отсюда, в общем-то, все ограничения технические, не стал бы оценивать Gran Turismo Sport как некий такой промежуточный звено, некое Gran Turismo 6,5. Моё мнение, это скорее логично было бы Gran Turismo VR с вот этими фишками Gran Turismo в виде реалистичной модели поведения машин, вот этой вот FIA, лицензии FIA и других знакомых составляющих, но без вот этих некоторых накруток, которые, увы, под VR, Sony под VR не может, что называется, в формате VR. Как-то так, поэтому... Как-то так. Ну, да, как-то так, получается, что мы получаем какую-то такую проект. А тут у нас была новость о том, что генеральный директор TakeTool считает, что устройства VR слишком дорогие, требуют много места. Таким образом, он вообще сомневается в успехе подобных устройств о том, что они вообще могут куда-нибудь взлететь. Поэтому делать игры заточенные под VR, когда еще непонятно, что будет с этой технологией, не, ну, судя по Gran Turismo Sports, это видно, что такой, знаете, огрызок, который создается быстро, лишь бы что-то было на платформе, потому что больше нечего показывать. Мне кажется еще, что Sony как бы решила из всех своих франшиз такие, что у нас есть, чтобы продвинуть VR хорошо. По сути, из всего, что у них есть, только, наверное, Gran Turismo и подходит, как, наверное, самое идеальное, потому что графику можно всегда подрезать чуть-чуть, стабильности добиться, и, в принципе, есть фанаты, плюс жанр достаточно, скажем так, конкурентов у него мало, то есть игр немного в целом, и какие-то свои продажи он найдет, безусловно, причем еще прикрыты знаменитым именем. Ну да, ну, для, скажем, аудитории PlayStation VR, ну, вполне может быть, потому что если отталкиваться от этого тезиса, то для них, особенно, когда устройство только-только поступит в продажу, чем больше игр, тем лучше. А здесь, тем более, какие-никакие гонки, ну, вдобавок к этому, тем более, не просто какие-никакие, это мультиплеерные гонки, то есть игра ориентирована на мультиплеер, соответственно, будет очень интересно гонять с людьми, ну, с людьми всегда интереснее, плюс будет еще какой-то этот меха, боевые мехи на аренах сражаться друг с другом, ну, Sony так пытается таким образом быстро-быстро вот эту нишу забить, ну, посмотрим, что у них получится. Интересной новостью поделился создатель The Last Guardian, Фумито Уэда, сказал, что Last Guardian планировали сделать очень быстро, в сжатые сроки, потому что, видите ли, их предыдущие игры, очень Shadow of the Colossus и Ico слишком долго затягивали с разработкой, но что-то пошло не так в очередной раз, и вот уже 9 лет они разрабатывают The Last Guardian, причём были очень недовольны тем, что игру пришлось портировать на PlayStation 4, потому что это ещё больше затянуло сроки разработки, да, они делали... Да-да-да, так бы они выпустили её на PS3 три года назад, конечно. Они бы анонсировали The Last Guardian, и мы ждали на PlayStation 3, ждали, вот сейчас уже PlayStation 4 уже достигла где-то середины цикла, подождём ещё немного, и вполне возможно уже на PlayStation 5 мы наконец-то увидим The Last Guardian, ну, а если мы увидим всё-таки на PlayStation 4, то увидим, что на PlayStation 5 нам придётся ждать ремастера с HD-текстурами, потому что то, что нам показано в современных демонстрациях, ну, да, то есть видно, что это такой постген, на который по-быстрому натянули каких-то световых эффектов, чтобы он, ну, не производил столь удручающие впечатления. Сейчас же на платформе выходит очень много классных технологичных игр, вот сейчас после Doom'ов всяких, после Uncharted, хочется увидеть что-то более-менее вменяемое с технологической точки зрения. Справедливости ради Shadow of Colossus он хоть и там ставил на колени PlayStation 2, там, ну, там на тот момент было крутое освещение, насколько я помню. Но он больше стилистикой, но он больше стилистикой, опять же, лично меня цеплял. Плюс, опять же, атмосфера, то есть, ну, то есть, Shadow of Colossus был мир, в который добыл мир полон тайн, хоть он был и пустой, по сути. Ребята, я напомню вам, какие характеристики у PlayStation 2 были. И вот в этот, в эти вот ничтожные характеристики люди запихнули огромный открытый мир, в эти ничтожные характеристики они запихнули потрясающую анимацию, кстати, анимацию человека, который лазит по разным объектам, цепляется за них, да, его шатает туда-сюда, когда эти колоссы двигаются, да, то есть, он взбирается по ним, они двигаются, его колбасит. В общем, это, ну, на самом деле, был технический прорыв вот для того времени, плюс вот освещение, что справедливо заветил Миша, эффекты, которые были на тот момент немногие студии компьютерной разработки, они могли похвастаться тем, что у них был, например, Motion Blur, а там, в этой игре это было реализовано, причем достаточно банальными способами, с ухищрениями, но тем не менее, это все работало, и на самом деле, на тот момент я читал очень много статей, в первую очередь, от разработчиков, PC-разработчиков, которые удивлялись, как эти японцы вот сделали вот на такой вот дохлой платформе такие крутые эффекты, это было очень и очень круто, ну, вот опять же, вот этот era PlayStation 2, вот то, что показывали разработчики God of War 2, когда игра вышла, и вау, как, как это вот все вообще возможно было, а потом, когда смотришь вот разборы, какие ухищрения приходилось разработчикам делать, чтобы это получалось, но та эра прошла, японские разработчики, как мы можем сейчас видеть, они не могут ничего предложить технически совершенного, или технически удивительного, у них, ну, как-то живут вот эрой, не знаю, старых, добрых, платформ, на которых еще шейдеров толком не было, вот, поэтому... Японские издатели, японские разработчики, Виталик, ты видел этот самый трейлер Metal Gear Snake Itter? Да, да, видел. Блин, офигенно, стена впереди. А ты видел реакцию фанатов на Ютубе? Естественно, негатив. Как там, как, что называется, бомбануло так, что Call of Duty не снилось. фанатов там разворотило, будь здоров. Konami, Konami молодцы, они умеют ворошить осиное гнездо, для того, чтобы люди... То есть, они делают для каких-то автоматов ремейк, да, на новом движке, и в итоге бесят людей, потому что людям хотелось бы увидеть на новом движке ремейк Metal Gear 3, но в итоге, в итоге, да, что делает Konami, честно говоря, я не понимаю. Что-то делают, возможно, они пытаются замкнуться на своем рынке. Черт, черт, я не понимаю ни логики, ни Konami, ни Capcom, то есть, когда-то это были две самые уважаемые студии, во времена Sega Mega Drive, когда я видел логотип их перед началом игры, я понимал, вау, вот это качество, вот это молодцы, вот сейчас зажгут, сейчас, если я вижу, то это, ой, ой, что будет, и да, как правило, результат непредсказуем, Square Enix, благодаря покупке Eidos, еще что-то пытается делать, но ее собственные разработки, опять же, не удивляют. Закончим мы выпуск обоимые новостей, дело в том, что, как показывает сервис Steam Spy, то Doom на PC продался в количестве 500 тысяч копий, Total War Warhammer продался в количестве 500 тысяч копий, ну, уже больше, естественно, и, как ни удивительно, продажи Steam Controller превысили отметку в 500 тысяч копий. Как говорится, совпадение? Не думаю. Ну, за Total War Warhammer в каком-то смысле рад, на самом деле, потому что у студии Creative Assembly было очень такое серьезное недовольство фанатов в их адрес после Rim Total War второй части Total War 2. Потом они кое-как исправили многие вещи в Атилла, и сейчас вот успеет то, что их новый проект стал достаточно успешным, ну, по крайней мере, на старте, если они решат вроде проблемы с серверами, там есть, и какие-то другие мелкие проблемы технического плана, если они с ними разберутся, ну, я буду, лично, хотя, это не мой жанр совершенно, но я буду рад, что крупные такие, большие, скажем так, с точки зрения контента, масштабные стратегии, ну, живые и в целом развиваются. Это хорошо. Больше всего, знаете, что впечатлило? В комментариях очень большая была странная даже, на мой взгляд, реакция по поводу продаж Дума. 500 тысяч копий на платформе, ну, Steam, сколько там, 124 миллиона зарегистрированных пользователей, ха-ха-ха, это провал, 500 тысяч копий. Я все-таки хочу напомнить, что Steam, это является платформой, достаточно, где живут люди, достаточно избалованные. Избалованные, в первую очередь, распродажами. Люди, которые знают, что будет скоро летняя распродажа, люди, которые знают, что будет впереди осенняя распродажа, люди, которые никуда не торопятся, им и так есть во что играть. Тем более, это платформа, которая создана, в первую очередь, для людей, которые любят онлайновый мультиплеер. Поэтому продажи Doom'а будут постоянно увеличиваться. Это не совсем консольный рынок, где, знаете, такие вот взрывные продажи, то есть игра выходит, вот волна расходится, и где-то через месяц все успокаивается, и дальше все это теряется. Doom обладает удивительным эффектом. Дело в том, что это на самом деле очень крутой шутер, на самом деле очень красивый шутер, с более чем позитивной реакцией, и поклонников, более чем позитивной, поэтому многие люди ставят галочку «хочу» и спокойненько ждут более удобных предложений, потому что на самом деле, вот чем Doom, к сожалению, похвастаться не может, так это хорошим мультиплеером, то есть это многие люди, опять же, понимают, что это игра формата, ну, купил ради сингла, и не все готовы отдавать полную стоимость ради чистого сингла, стоит это отметить. То есть, как я уже говорил, почему сейчас делается так мало игр, рассчитанных на одиночное прохождение, то есть сюжетных игр с последовательным набором уровней, не игр в открытом мире, где иди куда хочешь, занимайся чем хочешь, ну, таких как раз полно, вот, а именно игр, где пользователь проходит от точки А до точки Б, смотрит финальные титры, все, игра закончена, дальше можешь повторить на более высоком уровне сложности, все, точка, ну, вот, потому что людям, избалованным мультиплеером на данный момент, очень сложно, вообще, достаточно, очень сложно их увлечь игровым процессом в одиночной игре, мало какая одиночная игра может предложить такой же темп, такую же сложность, бросить такой же вызов, как делают те же самые мультиплеерные шутеры, думу, кстати, это удается, это одна из немногих игр, где напряжение в процессе одиночного прохождения, вот эти лихорадочные, быстрые сражения на аренах, вот, создатели очень четко поняли, как это нужно делать, для того, чтобы заинтересовать современное поколение игроков, онлайновые боевики, то есть, каждая арена, это, скажем, соревнования с ботами, причем, каждый раз боты усиливаются, 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 но и главный герой тоже его мощь понемногу растет, поэтому эта игра обречена на хорошие продажи в перспективе, вот будут всякие скидки, распродажи, там эти акции и так далее, и она будет продаваться, продаваться и продаваться, это уже своего рода классика шутерного жанра, почему? Потому что больше так никто, к сожалению, не делает, сейчас вообще выходит очень мало шутеров, их практически нет, а Doom это в первую очередь шутер, причем очень классный, да, есть проблемы определенные, но проблемы на самом деле небольшие, на которые легко закрываешь глаза, и вот то, что сделала id Software, они вернули веру в то, что жанр шутеров, жанр, где нужно и метко стрелять по противникам, и следить за тем, что происходит на арене, и запоминать местонахождение аптечек и брони, и если какие-то бонусы, то тоже нужно знать, где они находятся, разбираться в хитросплетениях уровня лабиринта, то есть, вот это вот все, вот этот вот комплекс, комплекс знаний, вот, он на самом деле необходим для победы, и при этом сложность игры достаточно высока, для того, чтобы постоянно тебя держать в тонусе, и не слишком, ну, там, кстати, вот единственная проблема, это плохо расставленные контрольные точки, поэтому, да, в случае поражения иногда приходится довольно долго бежать, но это так, это уже наименьшая из проблем, вот, поэтому 500 тысяч, на самом деле, это очень хорошие продажи, тем более для игры, которая выходит в такой вот достаточно бедный период. Doom 3-то продался более 3 миллиона, став самой успешной игрой, опять же, это на уровне воспоминаний, то есть, с учетом того, что на PC на старте продался 500, это неплохо, при прочих равных. Опять же, мы говорим Doom, это же перерождение серии, при неоднозначной предыдущей части, то есть, то, что у такой игры был хороший старт в целом, это показатель того, что вот эта часть уже, возможно, больше аудитории понравилась и чуть лучше стартовала. Во-первых, очень большой перерыв был, в принципе, между Doom'ами. Ты понимаешь, сколько людей играло в первый Doom, второй Doom, третий Doom, и вот сейчас выходит этот. То есть, очень много людей играло только в третий Doom перед тем, как покупать четвертый. И вот в этом самая большая проблема. Очень мало людей помнит вот этот вот адреналиновый драйв, вот это вот сумасшествие, наваливающиеся на тебя орды монстров, мощь потрясающую двустволки, открывающиеся переборки, из-за которых вываливают лавины демонов, и вот этот кайф, который ты испытываешь, разнося их в пух и прах. Вот этот вот элемент, он уже почти забыт, и поэтому мне кажется, что люди, которые среди первых пошли и купили, это именно те люди, которые помнят вот первые два Doom, которые по роликам, по демонстрациям увидели, да, это то, да, да, это то самое. А в то же время люди, которые играли в третьи Doom, и, возможно, остались недовольны, но подумали, да ну нафиг, связываться с этими Doom, мы лучше подождем более таких вот внимательных отзывов. В любом случае, понимаешь, говорить о том, что продажи на PC не идут, это неправильно, опять же, если мы вспомним про Overwatch, и какие продажи демонстрирует эта игра на этой платформе. Это все порнуха. Ну да, ну да, все это делать. Ну, кстати, если бы в Doom добавили немножко женских персонажей, я думаю, было бы веселее, если бы главной злодейкой была не противная старушка в экзоскелете, а какая-нибудь сексуальная демонесса, тут же бы обвинили, игру бы тут же обвинили в сексизме и запретили к продаже. А что феминистки все еще не атакуют Doom, почему главный герой мужик, а что женщина не может с силами АДО бороться? Тут вся фишка в том, что мы не знаем, мужик ли это, нам показывают только его руки. Он же вроде кричит там. Волосатые такие, достаточно мужикастые, но тем не менее, это вполне может быть такая громпапа. Современная женщина. Антон, правильно говорить, прогрессивная современная женщина. Может быть, может такая. Это самое, не попавшее в каст охотников за привидения именно. Вместо Тора, да? Да. Да, вместо Тора. Но что меня больше всего удивило, это то, что нашлось столько поклонников Steam-контроллера. 500 тысяч каким-то чудом умудрились продать. Сколько времени прошло? Сколько Steam-контроллеров? Уже куда-то полтора? Нет, он в ноябре прошлого. Есть же люди, которым нравится вот эта вот странная штука. 500 тысяч, по-моему, это просто мизерная цифра. Ну, опять же, если сравнивать со 124 миллионами аудитории, то да, это мало. И это же контроллер, это вещь, которую надолго купил, и все. В общем, да, Steam-контроллер, это... Никому не нужны новые эти все свистелки, когда старые прекрасно работают. В руках и держал, я как-то не собираюсь его покупать. Ну, ты знаешь... Учитывая, что Valve уже заявила о том, что работает над улучшениями Steam-контроллера и ждет фидбэка, чтобы сделать Steam-контроллер еще лучше, ты знаешь, у меня такое большое подозрение, что скоро мы увидим Steam-контроллер 2 дополнены, улучшены и чуть более... созданы из чуть более дорогих материалов, чем вот эта вот самая первая заготовочка, которая явно... То есть с аналогами будет и привычной формы и вообще... будет похоже на обычный контроллер. А он в чем будет сам называться Steam-шок. Steam-шок. Steam-шок 1. Будет производиться совместно с Razer. Не, ну, какое-никакое достижение. Некоторым пользователям даже нравится. Они говорят, да, там, нужно неделю где-то привыкать, месяц где-то привыкать, ну, где-то через полгодика уже все путем, все путем, да, уже привык. Не, я скажу следующее. Привыкнуть можно к чему угодно. Люди, вон, даже на телефонах умудряются играть в шутеры. Я вот смотрю на это с большими глазами, потому что, вот, когда ты видишь, ну, вот это вот управление, да, и сам пробовал, но это настолько через задницу реализовано, настолько некомфортно, что как-то, ну, не тянет даже вот спробовать. Да, хочется нормальный геймпад с нормальными стиками. Ну, посмотрим, может быть, о них на самом деле дойдет прогресс, так и внезапно вспомнит, что, черт побери, можно же сделать не сенсорные площадки, можно же взять стики. Какая отличная идея. Так, ну, на этом, наверное, мы уже и будем заканчивать, да? Так, все обсудили, все обсудили. На этом, дорогие друзья, все. Если вы хотите узнать в подробностях, что собой представляет The Witcher 3 Wild Hunt, дополнение Blood and Wine, добро пожаловать на наш сайт, где лежит полный, подробный обзор этого удивительного дополнения. Написал его Михаил Шкредов и был в полнейшем восторге от того, что он увидел. На самом деле, эффектная заключительная голова приключений Геральта. По поводу головы, ты знаешь, пару моментов только отмечу. Так вот, для себя. Я вот провел в этом дополнении около 25 часов. И в целом мне все очень понравилось, все хорошо, и задания, и сюжеты, и куча секретов. Но это дополнение, достаточно, которое продается по демократичной цене. Вот, я просто пару сравнений приведу. Например, в игре Reason 2 Dark Waters, пройдя значительную часть всяких там заданий, но не найдя все секреты, я провел 25 часов. В игре Reason 3 Titan Lords я провел 29 часов. Вот, это две вроде как полноценные ролевые игры. Вот, Blood and Wine это дополнение. Просто дополнение. Да, просто дополнение. С кучей важных изменений. Поэтому понятно, что тем, кому нравится вечер, вопрос, надо ли брать дополнение, не стоит. А тут люди спрашивают в комментариях уже, это игра года? Опять игра года? Еще одна игра года? Да вы задолбали! Ну, это же все-таки уже дополнение, плюс со знакомой механикой. Особо каких-то таких кардинальных механик. Я на самом деле счастлив, что этот год наконец-то более-менее разродился, что в первые полугодия вышло столько шикарных игр. Здесь на самом деле радоваться нужно, что уже есть из чего выбирать. Отличные стратегии, отличный мультиплеерный боевик, отличный шутер, отличный приключенческий боевик в том числе. И вот наконец, да, дополнение для одной из лучших ролевых игр. Поэтому ждем, что будет дальше. Мирус Эджи Каталиста на носу Е3 опять же на носу, но Е3 еще первая пресс-конференция начнутся 12 июня и 13 июня и 14 июня еще там что-то будет. В общем, будем смотреть, будем следить, будем комментировать, само собой. В общем, на этом все. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов и Антон Запольский, довнер, который долго и упорно готовит обзор Overwatch, но у него случилась неприятность. На самом интересном месте сгорел монитор. Да, все верно. Но уже все отремонтировано, все работает. Опять можно порлуху по Overwatch смотреть? Нет. Надо играть. Зачем смотреть? Ну, Миша, а откуда нам еще узнать настоящие отношения между героями? Откуда нам узнать, как они на самом деле себя ведут в непринужденной обстановке? Между матчами. Между матчами. Чем еще заниматься? Ну, вот на самом деле, если подумать, чем заниматься супергероем вдали от таких геройских дел? Ну, если не этим, действительно. Тестостерона-то в крови, ой-ой-ой, сколько, ну, по крайней мере, у мужикастой части вот этих всех киберниндзя, супермутантов, гиперобезьян и прочих удивительных созданий. Ну, все. Ну, да. А девушки там такие, что палец им в рот не клади, да. Совсем. И снова выпуску 18+, да? Так что, дорогие друзья, на этом все, до скорых встреч.